Рингольд Глиер – известный российский композитор, дирижер, педагог 20 века. Автор первого советского балета «Красный маг», который рассказывает о том, как советские моряки помогли китайской революции. Премьера состоялась в 1927 году в Большом театре. Вот на кинопленке уже 50-х годов Галина Уланова. А это вариации Глиера на эх «Яблочко» – фрагмент фильма чехословацкого телевидения. Именно этот балет вдохновил на создание популярных советских духов «Красный маг» и «Конфет красный маг». Впрочем, это совсем другая история. Как же Глиер связан с Коми, спросите вы? Отвечаем. Во-первых, уроженец Карткироса, профессиональный музыкант Иван Габов учредил международный конкурс имени Глиера для талантливой молодежи. Жюри, кстати, немало наших земляков. Во-вторых, нынешний конкурс организаторы посвятили 100-летию Коми и гала-концерт провели в Московском представительстве республики. Пятый конкурс собрал полтысячи детей. Обладателем Гран-при стал ученица музыкальной школы имени Шаляпина в Москве Мария Черенкова. Она исполнила ноктюрн «Белые ночи», написанный московским композитором Жанной Габовой после поезда к Покоме. Мне очень нравится играть в разную музыку. Мои любимые композиторы – Бах, Шапет, Грик, Глиер, Чайковский и Рахманинов. В этом году я познакомилась с нашим современником, прекрасным композитором Жанной Габовой. Она доверила играть мне свое произведение «Белые ночи». Оно мне очень нравится, потому что вызывает у людей сильные эмоции и чувства. Конкурс продолжает развиваться благодаря поддержке наследников Ренгольда Глиера. Семья композитора Ренгольда Глиера очень довольна уровнем проведения гала-концерта, приятной атмосферой представительской республики Коми в Москве, четкой организационной творческой работой династии Габовых. Я долго трудился в Уральском отделении Академии наук в Екатеринбурге и дружу с учеными из Сыктывкара. Поздравляю вас всех со столетием республики. Будем готовиться и к 150-летию Глиера через три года. В этом красивом мраморном зале нередко бывают концерты, выставки, встречи с земляками. И, конечно, все гости любят фотографироваться на фоне лестницы, идущей на второй этаж. Участники гала-концерта традиции не нарушили. Сделали сотни снимков в московском представительстве республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова